Добрый день, уважаемые пациенты! Меня зовут Фраула Светлана Анатольевна. Я доктор-терапевт, кандидат медицинских наук и детский стоматолог в клинике Академии дентальной имплантации. Сегодня я вам расскажу об этапах лечения периодонтита. Периодонтита называется воспаление тканью зуба, которая находится в кости. Рентгенологически только может доктор увидеть этот периодонтит. Очень часто бессимптомно протекает это заболевание и пациент долго ходит и не замечает о том, что у него зуб уже погиб и что развилось воспаление в костной ткани. А также очень часто это воспаление возникает, если ранее был лечен корневой канал и в канале осталась инфекция. И вот при плановом осмотре мы делаем снимок и видим, что у пациента зуб поражен и заболевание называется периодонтит. Я вас не буду утомлять различными диагнозами периодонтита, но скажу вкратце, что бывает периодонтит, который мы можем вылечить терапевтически, когда воспалительный процесс небольшой – это гранулемы, кистогранулемы и уже более серьезное заболевание, которое называется кистой. Вот, пожалуй, на кисте стоит остановиться на лечении кисты. Как правило, периодонтит мы лечим несколько посещений. Это длительный процесс, который можно быть готовым. И я всегда об этом предупреждаю пациента, что потребуется не одно и даже не два посещения, а может быть месяц или полтора. Это необходимо для того, чтобы хорошо вычистить корневой канал, пройти его, убрать всю стружку, все микроорганизмы. Несколько раз мы промываем канал, делаем снимки и необходимо также ввести препарат с кальцием. Иногда бывает необходимо помощь хирурга. Чаще всего это бывает, когда есть киста, есть оболочка у периодонтита. И тогда я хорошо помню корневой канал. Актурация проходит с помощью текальной конденсации жидкой бутаперчи. А затем уже хирург под хорошей анестезией, под тщательной анестезией проводит резекцию верхушки корни и вывущивание кисты. Все-таки лечение периодонтита на многом зависит от общих заболеваний пациента. И окончательный результат мы можем видеть только через полгода, через год, генгинологически. Если в течение этого времени у пациента не возникает никаких симптомов, не образуется свеч, не возникает обострений, то можно говорить о эмиссии. И только через год сделав снимок, мы видим, что процессы регенерации удовлетворительные. И тогда такой зуб можно смело восстанавливать коронками, вкладками и делать ортопедическое лечение. Но если мы видим, что даже через год воспалительный процесс не уходит, а симптомы преднайти-то остаются у пациента, зуб ноет периодически, болит, больно напосывает, конечно, лучше всего такой зуб либо удалить и поставить имплантат, либо сделать резекцию верхушки корня, так как в данном случае просто организм не справился с микроорганизмами, которые присутствуют в этой кисти.